Поехали! Медаль я получил не простую, а имени Сергея Павловича Королева, нашего знаменитого конструктора ракет. Я очень рад, очень горд и действительно очень счастлив, что мне удалось такую награду получить. Алексей – аспирант третьего курса КФУ, обучающийся на специальности астрометрика и небесная механика. Как рассказал молодой ученый, в 2018 году совместно с Роскосмосом была создана база данных оптических наблюдений Луны. Уже в конце 2019 года Федерация космонавтики России сообщила, что ему будет вручена золотая медаль. Проект с Роскосмосом, в результате которого мы создали базу данных оптических наблюдений Луны. Мы ее запатентовали в начале 2019 года. И вот в конце 2019 года во время конференции, посвященной включению обсерватории в охраняемый список ЮНЕСКО, прибыла делегация из Федерации космонавтики России и сообщила мне о том, что собираются меня наградить этой медалью. Медаль имени Сергея Королева, советского ракетостроителя, открывшего для человечества дверь в космос, вручается за значимое открытие в области космонавтики. Первый раз ее вручили Мишину Василию Павловичу в 1967 году за выдающиеся работы в области ракета космической техники. С 1996 года медаль вручается раз в пять лет. Вот и сейчас, в 2020 году, награду получил молодой ученый. По совокупности моих исследований, проектов с Роскосмосом, за работу, которую мы провели для Роскосмоса по созданию системы навигации в окололунном пространстве. Как рассказал Андреев, на данный момент в мире не существует систем навигации на Луне. Аппараты приходится сажать в ручном режиме. Однако точность такого прелунения оставляет желать лучшего. Зачастую аппарат может приземлиться за несколько километров от заранее заданной точки. Проблема в том, что в настоящее время не существует соответствующей системы навигации на Луне. То есть можно осуществлять прилунение, то есть посадку на Луну в ручном режиме. Однако точность такого прилунения будет не такой высокой, какой была бы при наличии соответствующей системы навигации. В настоящее время ошибка при посадке достигает очень больших значений, нескольких километров приблизительно. Если нашу разработку внедрис, то можно увеличить точность посадки до нескольких десятков метров. На данный момент все исследования проведены и данные собраны. Остается только вопрос, станет ли Роскосмос применять ее для создания подобной системы. По крайней мере мы для этого все сделали, исследования провели, но будет ли Роскосмос применять наши разработки, это вопрос к ним же. Мы нашу работу выполнили. К слову, в дальнейшем у молодого аспиранта в планах продолжать исследования космоса и окололунного пространства, а также написание диссертаций и научных статей. Андреев планирует создать еще больше проектов для того, чтобы будущее поколение с гордостью могло сказать «Космос наш». Лев Диденко, Ленардо Влетьяров, Универ Ньюс. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова